всем огромный привет приветствую вас на канале о вязании меня зовут юля кто еще не знаю ком со мной кто не подписан на мой канал подписывайтесь и сегодня я хочу поднять такую весьма интересную тему это мои инструменты кто-то сейчас может сказать что ой зачем же тебе так много кто-то скажет да это совсем капля в море у меня значительно больше на данный момент точнее на данном этапе я ни с кем не планирую соревноваться я просто расскажу что у меня есть что мне нравится и почему и что мне не нравится и почему и соответственно вы уже решаете то есть здесь я не рекламирую никакой магазин это все было приобретено за мои денежки и соответственно где вы видите цену то увидите вы цене я их покупала эти инструменты так как я вижу и спицами крючком моем арсенале есть это и те и те инструменты а также вспомогательные инструменты о которых я также хочу немножко сказать и так самые мои первые спицы которыми я училась вязать это вот эти вот носочные на самом деле это не мои носочные хотя училась именно на таких носочных я вязать это носочные спицы моей свекрови так как она уже давным давно не вяжет а знаю что вяжу я поэтому извините достались мне наследство как говорится лежат это называется лежат выбросить жалко вот и храню добро сию точно так же после них когда уже я стала больше вязать самостоятельно я себе приобрела турецкие спицы если не ошибаюсь но вроде говорилось на тот момент что это турецкие спицы их я покупала на рынке на центральном кто из харькова помнит дядю олега тот прекрасно знает об этих спицах и вот у меня здесь были номера все которые мне были нужны и соответственно я покупала вот два с половиной то самое маленький у меня номер три три с половиной четыре и все я больше у него не нашла эти больше у меня были другие уже они опять же тоже лежат сейчас потому что я не люблю ими вязать а на тот момент вязать круговыми было убийственно это кто помнит тот знает переломанные лес и заскакивание петель о не не хочу вспоминать сейчас это конечно же вязать на круговых спицах это рай они остренькие могу сказать довольно таки и даже если сравнивать с некоторыми спицами по бюджетнее или подороже вариантами то мне в принципе вот эти кончики нравятся я люблю такие кончики люблю чтобы спицы были поострее нет ну это моя любовь в принципе вот эти все прямые спицы я бы безвозмездно кому-либо передарила но никому они наверно уже не нужны и вот такие же у меня еще были пони спицы эта фирма насколько мне известно сейчас есть из этой фирмы пони у меня еще вот круговые это более не более менее но здесь все равно вот как не проверяя они заскакивали видите слеза заламывалась видите она пару изделий конечно я с ними связала может и больше уже не помню но в целом такие да следующие спицы это одни из дорогих спиц на мой момент на тот момент который я купила это были книг про симфония это просто рай это кайф но если у вас есть маленькие дети то либо прячем как можно дальше либо я не знаю постоянно придется покупать потому что мне ребенок сломал и даже не признался обидно конечно но не об этом и следующие птицы которым я потом уже после к метро потому что симфонию я не смогла купить уже второй раз не было это были книг про базикс и у меня их много базикс и есть упаковочке просто по оставались потому что спицы в работе либо где-то лежат тоже вариант базикс и есть типа стальные серебристые и золотистые и те и те имеют свои плюсы и минусы в принципе у меня добывают моменты заскакивания леса но это незначительное и не так ужасно как было раньше но есть вот такие вот недостаток в серебряных носик он более тупой в отличие от золотистых он острее и но золотистые облазят эстетически внешний вид теряется у них видите постаново покажу или связано не одно изделие видите но вот это мне нигде ничего не зацепляется не я ими довольна конечно сейчас цена их на порядок выше чем я их покупала вот у меня их покупала по видите по пятьдесят три гривны по сорок пять гривен но это было даже не год назад говорю честно есть еще базикс и у меня носочные зачем я их купила в понятии не носочными не вижу лежат тоже остренькие пятерочка лежат новые абсолютно честно не даже если как я вам говорила что они облазят у них никто даже не вязанут лежат и безвозмездно как говорится следующие кинет про базиксы базиксы которые взяла это зинги зинги два с половиной мне для проекта они были нужны лёса 150 сантиметров это самая большая и самые маленькие спицы которые я вязала спицы мне нравятся классные ничего нигде не пооблазила но за один проект точно но проект был не маленький поэтому я вязала платья ими единственное что начале когда было меньше петель вот это все закручивалось было сложновато лёса очень сильно закручивается и дальше подбираемся к более уже дороже вариантом это к нит про новом это или нова 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 называется честно скажу слышала очень много до нова металл циркулар простите за мой английский размер номер четыре сто сантиметров обожаю такой вариант кстати очень удобно мэджик лупом лупать как многие говорят в принципе лёса видите она немножко как бы уже подогулялась за время вязания но нигде не цеплялась у меня ничего не царапалось очень удобные носики что я люблю когда вот такой носичек он остренький но в тот же момент не колется то есть палец себе во время вязания если вы туго вяжите как и я вяжу туго то вы не поколите себе палец очень нравится в новом эту я их люблю но цена уже сейчас у них не такая уж и бюджетная как было раньше сейчас нужно принципе за ту же цену купить всеми любимые чиагу у меня они тоже есть пока одна пара ой ладно потом попозже запису ну чтобы не тратить время пока одна пара связана и на них только образец говорю как есть но смотрите что мне нравится в них это лёса если в даже тот же новом это он и возьмем да она вот крутится крутится вертится размер кстати там и там одинаковые я имею ввиду лес и есть заломы здесь конечно залома нет но еще ими не вязала но она вот не настолько не закручивается как-то тягу острые что для меня важно я люблю то есть острый вот ну как бы да здесь троечка здесь четверочка как бы разница существенная в размерах но носики по принципу я бы сказала даже очень похожи сейчас извините камеру сфокусирую вам покажу видите чуть-чуть как бы они здесь более такие плавнее во слово вы правы плавнее в отличие от этих но тем не менее очень довольна ими вязать ими очень удобно поэтому провязала ими кофту они закручивались в процессе вязания полотна лицевой гладью причем нигде не перекручиваем не надо только поворачивать поворотными рядами вызвалась они просто закручивались это а вот плюс вот этот загиб вот здесь они запрыгивали но не настолько конечно прям ужасно но запрыгивали ну и носик для меня тупой тупой к сожалению я не люблю такие носики в общем один и моя история могу сказать так хотя тут предлагают удовольствие для ваших рук ну не для моих есть у меня набор бюджетных спиц шапочных по моему так их называют они маленькие 40 сантиметров видите целый набор там их по моему 12 или что штук они стоили 200 чем-то гривен все брали мне надо было вязать ими я не могу из-за тупого носика первое во вторых они маленькие и у них не лёса а тросик целая коробочка стоит плюс это иголка у нас 200 гривен иголки это круто конечно вот я и вязала их иголками ой шила господи наговорилась сшивать очень классно они такие вот не острые большое ушко супер вариант для сшивания ну и последние спицы были куплены пару лет назад сейчас я вяжу рукавчики ими это лана гросса базикс коробок не нашла надеюсь мне на слово поверите а нет так нет это ваше право они идеальны кстати острые как и в книг про даже я бы сказала немного острее чем серебристые книг про на них на упаковке написано что производитель именно книг про и они предназначены классные будут для скользкой пряжи то есть пряжа по ней не так уж и скользит в отличие от других спиц вот вот это единственная спица то есть вязать ими мне удобно все ну а то она не очень сильно скользит ну классно отчасти для пряжи который вот будет с шелком мохер тоже можно ими вязать я возьму себе на заметочку рукава уже довяжу так как начала так как ну видимо не мой проект промолчу не хочу об этом пока говорить и естественно поговорим о спица ой простите о крючках крючком не настолько много как спиц и сейчас моя нынешняя любовь это вот эти бюджетные деревянные крючки 25 гривен штучка вообще просто они самые мои любимые самые удобные надеюсь они не ломаются пока у меня еще не сломалась меня их два номера 2 не знаю где я взяла 1 25 и 1 полтора вот номер выжжен на ручке то есть не надо думать какого же вас там номера крючок это просто моя большая любовь есть моем арсенале крючки тоже куплены на рынке и не знаю по моему это тюлип было название если не ошибаюсь у меня еще был один тюлип это классный крючочек я им перед этим за ну тоже ручка пластмассовый сын не их сломал все попой на них называется мама не краса не где попала свое вязание у меня с этим проблема этот крючок двухсторонний антоники а наверно даже больше подойдет для бисера я не знаю даже тут какой-то вот размеры 5 и 13 для каких я целей их покупала этот крючок не могу сказать наверно для бисера скорее всего он подходит больше всего ну лежит да и лежит назвать как-то в свое время я купила себе набор крючков китайских видите они вот и шли в такой упаковочке упаковочка уже порвалась но крючки лежат все вместе и мне это нравится и даже остальные что бывает запихивать и ими я не вижу по причине что они без ручки не люблю крючки без ручка они мне вообще кажутся неудобными иногда вы видели я записывала мастер-классы с ними потому что эти крючки всегда лежат на месте мне не нужно искать но есть все номера вот плюс тоже в этом это какой-то крючок тоже раритет крючок моей свекрови нету на нем никаких обознавательных знаков кроме цены 25 копеек но это раритет кстати я вязала еще крючками момента спиц который был сделан со спиц поэтому и здесь те же самые крючки есть надо их говорить сейчас минутку тюлип вот японские говорят они тюлип они были бюджетные не знаю но тогда просто с ручками крючков было не найти и если находишь эти были тоже китайские которые за один проект быстро ломались даже за проект парочка нужно было на проект вернее вот ну эти тоже говорю лежат бездельные ну иногда хоть иногда в отличие от спицы ими использую я их им не пользуюсь синицы заговариваюсь много говорю уже наверно надо заканчивать ну еще у меня есть крючок кажется турецкие карта по чуя его купила не знаю просто наверно посмотреть он тоже был бюджетный где-то в районе 40 гривен не дешевле еще но он не годится для вязания потому что он зазубренный он уже пришел зазубренный то есть я им ни разу не вязала и крючки книг про я не буду все вытаскивать это часть которой у меня есть тройка а это все которые мне есть троечка полторушка и двоечка от книг про есть они каким-то золотистым наконечником не видно не видно вижу я просто все вместе засунула в одну упаковочку вот и у них была крышечка я его где-то потерял эту крышечку но не все с ручками удобно и я это люблю тоже и большой восьмерка я себе сумочку и не вязала я вам показываю эту сумочку кто видят поэтому она есть из моих помощников которые я использую вязание это вот совсем их немножко у меня это маркеры то есть коробочка которых маркеры мне маркеры дарили вместе с этой коробочкой люблю очень вот эти пластиковые маркеры я их просто одеваю на спицу то есть не растягивая одеваем и спицу и использую эти тоже неплохие но иногда цепляются маркеры ну и бусинка облезла блокираторы блокираторы блокировать имя блокировала себе платье и вот хочу шарф вязать может тоже и не заблокирую классно во время шитья их использовать сшивание вещей блокираторы от пони насколько я понимаю ну да 10 штучек вы здесь и еще у меня есть вот такая булавка и держатели для рана пластиковые и металлические вот честно скажу обожаю вот эти пластиковые только использую их эти тяжеловаты если вязать вот они такие скользкие в отличие вот как я говорила от лана гросса если бы были они по-моему тоже кстати лет пони и для атлана гросса где упаковка не знаю не нужна она и вот есть для более тонкой арана и для более толстых арана но использовала не хочу не сказать но все равно пластиковые они не бегают держатся на месте вот чем плюс вот и все мои инструменты расскажите в комментариях может что-то у вас есть интересное я хочу себе потому что хочу еще купить для себя попробовать как он называется переходничок для жаккардов ниточки вот что хочу себе заказать попробовать и хочу красивых ножничек себе прикупить так как пользуюсь своими просто обычным маникюрами либо беру большие швейные ножницы и поэтому может быть вы расскажите какие еще интересные спицы вы пробовали нравится какие вам может я возьму себе на заметочку и как говорится куплю под благодаря вашим рекомендациям до новых встреч подписывайтесь на мой канал и будем учиться вязать вместе делиться своим опытом вы своим я своим пока пока не забывайте подписаться на меня в фейсбуке и в инстаграм до новых встреч